Давайте разделим наш ролик на два основных блока, первый из которых мы посвятим основным принципам монтажа. Они вечны, как законы гравитации, и если вы нарушите их, ничего страшного не произойдет. Иногда их даже нарушают специально. Главное помнить, что грамотное применение этих правил поможет сделать ваш ролик интереснее, увлекательнее и профессиональнее. Монтируйте планы с разной крупности. Хороший монтаж начинается с правильно снятых кадров. Старайтесь набирать побольше общих планов, средних, крупных. Не полинитесь подснять детали и на монтаже перемешивайте это все между собой. Как правило, лучше монтировать планы через одну крупность. Меняйте точку съемки. Точно так же, как и крупность планов, вы должны менять и ось съемки, и центр внимания. И эти изменения не должны быть слишком резкими. Короче, не снимайте все с одной точки. Если снимаете диалог, снимайте его с одной стороны от линии взаимодействия. Иначе будет непонятно, кто с кем говорит. Сохраняйте направление движения объекта. Если ваш объект движется вправо, в следующем кадре он не должен начать двигаться влево. Нужно изменить движение? Просто добавьте промежуточный кадр. Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре. Хотите снять видео, где вы подбрасываете туфельку, а она магическим образом оказывается у вас на ноге? Просто снимите два похожих видео и склейте их в момент движения ноги. При смене планов не уводите вашу главную цель дальше, чем натреть экраны. Уведете слишком далеко, и зритель может потерять ее из видов. Используйте звуки. Можно монтировать бит музыки, можно делать плавные переходы. Как минимум смешайте две звуковые дорожки, чтобы у вас не было резкого скачка при смене планов. Учитывать все эти правила одновременно очень сложно. Берите ролики, которые вам нравятся, и старайтесь их повторить. И если вы видите, что в вашем монтаже вам что-то не нравится, можете посмотреть, что в нем не так, используя информацию из моего урока. Существует масса монтажных программ, такие как Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, DaVinci, Final Cut и другие. Также у многих программ есть свои мобильные версии, в которых можно, например, сделать предварительный монтаж, а потом перенести проект на компьютер и уже закончить свою работу. Разбираться же с монтажом мы будем на основе бесплатной программы CapCut, которая идеально подойдет для начинающих. Создаем новый проект. В первом окошке мы можем импортировать видео, добавить какой-то звук, добавить текст, тикеры, эффекты и так далее. Обратите внимание, что программа CapCut позволяет нам проверить наш звук на авторские права. Отсюда мы перетаскиваем все наши файлы во второе окно. Это таймлайн. Здесь мы можем нарезать наш клип, подкорректировать его. Третье окно. Плеер. Здесь мы можем отсмотреть все, что у нас получается. И четвертое окошко. Это окошко с деталями, где мы найдем свойства каждого из наших файлов. Например, возьмем вот это видео. Сдублируем его. Свойства файла в окошке деталей. Выберем функцию «Удалить фон» и нажмем «Автоудаление». Перейдем во вкладочку «Текст» и добавим текст из какого-нибудь шаблона. Когда ваше видео готово, в правом верхнем углу экрана вы можете найти кнопочку «Экспорт». Нажимаем на нее. И перед нами появляется окошко, в котором мы можем задать имя файла, путь, где это будет расположено, выбрать формат и остальные параметры нашего видеофайла. Я надеюсь, что вы нашли в этом выпуске что-то полезное и сможете использовать эту информацию в качестве хорошего старта в ваших творческих начинаниях. Совет. Смотрите побольше хороших фильмов. И развивайте вашу насмотренность. Она очень помогает в последующем монтаже.